Разбитые зеркала и осколки пластиковых частей автомобилей спустя несколько дней все еще лежат на обочине. В прошлую пятницу напротив дома номер 16 по улице Советской произошла авария с участием четырех автомобилей. Виновником ДТП стал водитель автомобиля 2114. Он выезжал со двора и не уступил дорогу Киа Соренто, которая ехала по главной дороге. В результате столкновения автомашина ВАЗ-2114 продвинулась вперед, ее развернула, и она совершила наезд на припаркованную автомашину Лада Калина. А Киа Соренто, в свою очередь, также от удара отлетела в левую сторону на обочину по ходу своего движения и совершила наезд на стоящую автомашину ВАЗ-2909. Все автомобили получили механические повреждения. Не обошлось и без травм. Сильнее всего в аварии пострадали водители пассажира автомобиля 2114. Водитель сотрясения головного мозга ушиб нижних и верхних конечностей, подкожных гематом и переломы головки правой лучевой кости. Пассажир, женщина 2004 года рождения, получил телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, перелома крестца слева под вопросом, а также гатализированного в травматологическое отделение. Другие участники аварии отделались ушибами и ссадинами. Госпитализации им не понадобилось. Сотрудники правоохранительных органов на прошлой неделе принимали заявление о повреждении имущества, кражах и мошенничестве. В последнем случае жертвой преступников стала женщина. В телефонном разговоре неизвестные выяснили у нее информацию о хранящихся в банке деньгах и якобы для безопасности попросили перевести всю сумму на резервный счет. Женщина пришла в банк, закрыла вклады, сняла деньги. Когда ей задали вопрос, для чего вы снимаете такую большую сумму денег, она сказала, что деньги необходимы детям. Ни при разговоре по телефону с мнимыми сотрудниками службы безопасности, ни по дороге в банк у нее не закралось и тени сомнений в правильности своих действий. Раз за разом она набирала пин-код на клавиатуре банкомата, вставляла купюры и отправляла свои деньги в неизвестность. В итоге она перевела мошенникам 276 тысяч рублей. Елена Грязкова, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.